МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой вклад в победу внесли не только те, кто сражался с врагом на передовой или в партизанских отрядах, но и труженики тыла. В военные годы на оборонных предприятиях страны тогда наравне со взрослыми работали подростки. Анечка Баранова пришла устраиваться на завод «Прогресс», когда ей было всего 15 лет. Было рано престижно работать токарями, слесарями во время войны, а я курьер. Ну, как спросить, кем работаешь? Курьером. Мне было очень стыдно, что я курьером. Я очень начальника просила, чтобы он меня отпустил в цех автоматчицей. А он мне говорит, дура ты, ты не знаешь, что это такое за автоматчицей. А у тебя руки будут по локтям масли. Я тебя никуда не отпущу. А раньше не отпускай, значит, никуда ты не пойдешь. Я тогда ему говорю, тогда меня переведите на какую должность, только я не курьера была. Кем угодно назовите, только не курьера. Он мне говорит, пиши служебную записку и иди в отдел кадров. Смотрю, пишу. Что писать? Из должности курьера на должность техника. Я в слезы. Говорю, кто же меня оформит? Это ИТРовская единица. Никто не оформит. И он сказал, иди, я тебе сказала, и не без разговора. А отдел кадров был у нас тогда, где сейчас завод Фрунди, там отдел кадров был. Я иду туда, поджилки трясутся. Зашла в отдел кадров. Он мне подписал. Я уже оттуда летела на завод. Во-первых, сразу карточка была 700-граммовая. А клад стал 450 рублей. ИТРовская единица. Все. Работы было очень много. Я архивариус. Я на машинке научилась печатать. А потом у нас еще уполномоченные по Бризус я стала. Потому что со всего завода радость предложений поступали в отдел. Я принимала их все, регистрировала. И раздавала технологам на проработку. Это все радость предложений. Потом забирала, отправляла в цеха. Потом он меня перевел. Даже на должность инженера я была. Потому что я как начальник группы была. Я подчинялась копировщица, архивариус и техник по изменениям чертежей. Я стала разбираться в чертежах. Меня все технологи учили. Приходят вот эти служебные записки на изменения. Я смотрю, какому технологу отдавать. Я иду в архив, беру чертеж, смотрю, что за чертеж, что за деталь. Я уже знала, какому технологу отдать на проработку. Вот эта работа была очень интересная. Передо мной сидит скромная, во многом даже стеснительная женщина, которая совсем не считает себя героиней. Говорит, что она работала, как все. Тогда по-другому просто было нельзя. Во время войны работали также 9 часов. Но всегда мы работали допоздна. Никогда вовремя не уходили. Пока начальник не разрешит уйти, не уходили. Вот. Ну что я во время войны. Нормально все было. Что же технологический отдел. Это как-то старались. Во-первых, дополнительные талончики давали. Я, кстати, и карточки раздавала. Уже карточки такие предовольственные получала, когда раздавала всем. 40 человек у нас был штат в отделе. Технологов 40 человек. Карточки получила. Кассиром была, деньги раздавала. Это еще я делала. Это моя работа все была. В общем, я сделала все. Вот. Потом, значит, дополнительные давали талончики. Если остаешься работать вечером, дополнительные талончики давали. Опять эти талончики у меня были в кармане. Начальник говорил. Аня, ты дай вот тому талончик. Отдам, оно распишется. Вечером и вечером там. И утром. А мне сказал, два талончика бери себе. Утром пойдешь позавтракаешь. И вечером пойдешь поужинаешь. Вот это все такое было. В то время на заводе было очень много заключенных. Очень было много заключенных. И немцы были, кстати, там водили немцев. Они себе к сапогам приделывали какие-то досочки деревянные. Вот шли по заводу. Стук, 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 стучали. Ну, заключенные были такие какие-то люди. Были в то время, видимо, все же порядочные все. Никогда не обижали нас. Мы ходили везде, не боялись. Я проработала 39 лет и два месяца на заводе. Проработала. Все время в отделе главного технолога. Люди работали, не жалея себя. Старались как можно работать больше, чтобы было легче. Как-то помогать. Чтобы фронту помогать. Все у всех такое было желание. Помогать. Потом на заводе еще что-то хорошо было. И рабочих тоже. Не обижали рабочих. Организовали в цехе. Там 13-й цех был. Организовали пошивочную мастерскую. Шили стелогрейки. Потом бурки. Бурки. Такие же ватные. И галоши стали делать. Другой цех стали галоши. И сапоги резиновые. Но представь себе, если одевать нечего. Дадут тебе телогрейку. Бурки и галоши. Ты уже одетый. В общем, одевали. Завод снабжали все же. И ордера очень часто давали. Ордера. То бывают ткани там разные. На заводу помогали. Помогали. И в каком? 44-м году. По-моему, 44-м уже году перед войной. Отдел главного технолога и конструкторскому отделу шили нам всем костюмы из хаки. На фронте одну мастерскую пошивочную закрыли. И только они обслуживали завод. Сегодня один человек едет, например, куда-то другой. И все были мы одеты в костюмы. Такой хаки. Терт-хаки. Это было очень престижно. Как вы узнали о победе? О победе? Победа как раз и запомнилась. Я болела очень сильно маляреей. Болела я. Я болела сильно маляреей. Помню, я лежу на полу. И опять наушники были. На полу лежу с температурой 40-40. И объявляет победу. Мне даже легче стало. Я выздоровела, наверное, после этого. Когда мы объявили победу. Конечно, радостно было. К чему научила нас эта война? Ой, просто как-то быть крепче, тверже. Как-то делать так, чтобы все было. Делать хорошо все. Гадости не делать никому. В 1956 году я вышла замуж. Долго. Мне уже 31 год было. Я старая дева была. На заводе мне сказали... Мои подчиненные сказали... Три человека у меня были в подчинении. Меня назвали старой девой. Я сказала, вот попадется первый попавший жених, я выйду замуж. И пусть я разойдусь. Но меня никто не назовет старой девой. Встретила мужа. Не знала я его совершенно так. Она и получилась. Вышла замуж в 1956 году. Я уже вышла замуж. Ну вот и семимесячного родила сына в 1956 году. Ну, с мужем хорошо жили? Нормально. Муж у меня был монтажник. Тоже работал все время на авиационных заводах. Работала на прогрессе работала. И на 24-м. Бригадиром все время было. Получал нормально. Я тоже получал неплохо. Я считаю, что я жизнь прожила нормальная. Вы знаете, что я не знаю даже, почему я так все же сама даю такой вопрос, задаю себе вопрос. Почему я так долго живу? Не знаю, может быть, меня Бог, что ли, жалеет. Я слишком много делала добра своим сестрам. У меня же сестры-то младше было полно. Сестер-то было. У нас, кроме меня, еще шесть, сколько у нас, семь сестер всего со мной. Я старше самой была. Я их всех воспитывала. Папа работал на железной дороге. Получала очень мало. Я была, может быть, самый высокооплачиваемый человек в семье. Я одевала, побывала всех сестер. Старалась, чтобы они учились все. Может быть, и до этого мне Бог, если самой, столько дал мне жизни. За мою доброту. Я их воспитывала. Старалась, чтобы они были хорошие все. Все я потом потащила всех на завод. Все пришли. Одна, вторая, третья. Мы все на заводе работали. Я их всех привезла на завод. Все на заводе работали. Вот Зоя Прохоровна у меня. Одна работала в столовой. Вот знаете, даже было как. В столовой работали во время войны. Заставляли работнику привозить лебеду. Для того, чтобы суп варить. И вот моей сестренке, Зоя Прохорова, Мартина, она потом диспетчером работала по отправке самолетов. Ей было лет 12, наверное, стоя еще. Она со смышляюки привозила лебеду. Привезет проходной. А тут сестра выходит, заберет. И варили суп. Ведь люди многие нуждались. Не хватало. Все, еды не хватало. Были такие моменты. Я вот вспоминаю, потом начальники цехов, начальник, потом стали начальниками. Знаете, вот бывало, сидишь, кушаешь, а сзади тебя стоит, вот особенно мужчины, ждут, когда ты оставишь тарелку. Облизали тарелки. Вот это я честно говорю. А потом эти люди, война кончилась. Все закончили технику. Когда на доводье открылся технику. Закончили техниками. Начальниками цехов даже стали. Вот я вспоминала этих людей. А какие они были. А потом, какими людьми стали. Вот эта нужда так перевоспитала людей. Такими порядочными людьми стали. Это я никогда не забуду. 75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы войны. Мы живем в свободной стране, над нами мирное небо. Но мы не должны забывать, какой ценой досталась победа. Мы должны помнить и чтить память не только солдат, проливавших кровь на фронтах, но и тех, кто приближал победу в тылу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова